ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 17 июля 2014 года «Боинг-777» малазийских авиалиний выполнял рейс по маршруту «Амстердам-Куала-Лумпур». Согласно опубликованным переговорам диспетчеров, экипаж лайнера не сообщал ни о каких проблемах, не подавал сигналов тревоги и не опускался ниже предельно допустимой высоты. На тот момент воздушное пространство Украины было закрыто ниже отметки 9800 метров в связи с боевыми действиями на Донбассе. В 16.20 все бортовые системы самолета перестали работать, и он исчез с радаров. Через 17 минут в 16.37 по Киеву и в 17.37 по Москве на странице ВКонтакте в сводке от Стрелкова Игоря Ивановича, министра обороны, так называемой ДНР, появилось сообщение. В районе Снежного только что сбили самолет Ан-26. Валяется где-то за шахтой «Прогресс». В 16.40 состоялся телефонный разговор между одним из командиров боевиков Игорем Безлером по кличке Без и его куратором, полковником ГРУ Вооруженных сил России Василием Гераниным. В 16.50 на странице Стрелкова Гиркина ВКонтакте сообщение было дополнено, а также название населенного пункта «Снежное» почему-то заменили на «Торез». Предупреждали же не летать в нашем небе. Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила, мирные люди не пострадали. В 17.13 первым о сбитии самолета сообщило российское федеральное информационное агентство РИА «Новости», а затем телеканал «Лайф Ньюз». Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой Республики. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26, внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В нем можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Впоследствии австралийское издание «Ньюз Корпус Трелия» обнародовало кадры, которые сняли боевики ДНР на месте крушения самолета сразу после катастрофы. В 17.32 состоялся еще один телефонный разговор между боевиками с кличками «Грек», и «Майор». Сообщение о сбитом украинском Ан-26 со страницы ВКонтакте Стрелкова-Гиркина было удалено. В мировых СМИ начали появляться экстренные сообщения о катастрофе. Как сообщают Reuters и Interfax, разбился рейс малайзийских авиалиний, на борту которого было 295 человек. По данным агентства, это произошло в Украине, недалеко от российской границы. Пассажирский самолет малайзийских авиалиний, на борту которого было 295 человек, разбился на востоке Украины. Самолет рейса малайзийских авиалиний из Амстердама в Куала-Лумпур, похоже, был сбит над восточной Украиной и упал над селом Грабово возле Донецка. 19.03. Глава Совета Министров так называемой ДНР, гражданин России Александр Бородай, назвал инцидент с Боингом 777 провокацией украинских военных. В 19.52 российское информационное агентство РИА Новости сообщило, что Боинг был сбит украинским штурмовиком Су-25. После этого луганские сепаратисты якобы сбили этот Су. В 21.12 телеканал Russia Today, который вещает на зарубежную аудиторию со ссылкой на Интерфакс, начал распространять неожиданную версию катастрофы. Согласно информации российского новостного агентства Интерфакс, источник в Росавиации утверждает, что самолет президента Путина мог быть целью ракеты. Источник заявляет, что президентский борт пролетал над Варшавой на той же высоте, что и Боинг, на 40 минут позже. Контуры самолетов очень похожи, как и расцветка. Белый, синий, красный. Цвета российского флага. Затем эту сенсационную новость распространил и российский Первый канал. Срочная новость, которая только что распространялась на лентах агентства Интерфакс. Вероятно, целью украинской ракеты, попавшей в лазийский Боинг, мог быть самолет президента России. Действительно, в этот день, 17 июля, президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Бразилию и возвращался в Москву. Поздно вечером того же дня он провел совещание с правительством по экономическим вопросам и сделал такое заявление. Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир. Во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией, которое это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. В этот же вечер президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением. Сегодня весь свет, увидев справедливое обличие агрессора, потому что сбытие мирного литра является актом международного терроризма, спрямованного против всего мира. В 22.04 на сайте Russia Today появилась информация, что за несколько минут до крушения Боинга рядом с ним были замечены украинские военные самолеты. Эту информацию сообщил некий испанский диспетчер, сотрудник Киевского аэропорта Борисполь, на своем аккаунте в Твиттере под псевдонимом Карлос Спейнбука. Эту новость подхватила испанская редакция телеканала Russia Today. Самолет обслуживал диспетчер международного аэропорта Украины, который утверждает, что сбил его Киев. Новость телеканала Russia Today стали ретранслировать и другие российские федеральные СМИ. Помимо этого, он написал, военные подтверждают, что самолет был сбит украинской стороной, но пока неизвестно, кто именно отдал приказ. Информация, которую сообщил диспетчер, сейчас проверяется. Однако аккаунт Карлос Спейнбука вскоре был заблокирован. На следующий день после крушения министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook разместил видео и заявил. Подразделениями скрытого наблюдения МВД Украины... Которому следствию в Нидерландах удалось получить исходник этого видео и метаданные подтвердили, что оно снято в Луганске. Из Луганска БУК направился к российской границе и пересек ее. Это подтвердили перехваченные телефонные переговоры сепаратистов. Все, машина ушла туда, куда надо. И дошла нормально все. Там просто начались непонятные звонки от 10 человек. От 10 человек. Ну, на его номер начали звонить разные люди. Представляться, что то один, то второй, то третий, то четвертый. Потом, говорит, сам Стрелков начал звонить. Представился. И он взял, выключил телефон. И пи***ть, блядь. И мы не знаем, где машина вообще. Машина в России. Так, а доложить о том, что произошло, вы могли мне? А что докладывать? Где сейчас машина? Машина уже давно в России находится. У нее сразу передал, блядь, машину тем, кто встречал. Кому? Кому. Объединенная следственная группа определила около 100 человек, которые сыграли важную роль в получении комплекса БУК и его транспортировке к месту пуска ракеты. Личности этих людей установлены, но в отчете они не были названы. Также следователи заявили, что их интересует информация о двух фигурантах дела. Андрея Ивановича с позывным «Орион» и Николая Федоровича с позывным «Дельфин». Полиция Нидерландов на своем официальном сайте разместила записи телефонных переговоров этих лиц с призывом для тех, кто располагает информацией о них, связаться с объединенной следственной группой. Сразу после презентации отчета о первых результатах уголовного следствия в Нидерландах, представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал Игорь Коношенков заявил. Никакие российские зенитно-ракетные комплексы, в частности БУК, никогда не пересекали российско-украинскую границу. Об этом мы ответственно заявили сразу после катастрофы 17 июля 2014 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в объективности расследования. Если вы помните, мы и я лично исключали, что какое-либо российское орудие поставлялось на Украину, или что какие-то российские военные или войска находились на территории Украины. И мы по-прежнему исключаем эту возможность. Эту позицию подтвердил и министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью BBC. Вы не рассматриваете возможность того, что Россия могла бы перед кем-нибудь извиниться? Извиниться за что? За то, что улики ясно указывают на ракету российского производства, которая прибыла из России и в Россию вернулась, и была использована для убийства 298 человек на борту этого самолета. Даже с точки зрения логики следственной комиссии, расследование не закончено. Там указывается примерно 100 человек, но никто из них не является подозреваемым или даже свидетелем. Поэтому давайте не будем спешить с выводами. В мае 2017 года российская газета совершенно секретно публикует документы о проведении службы безопасности Украины операцией под кодовым названием «Зачистка». По мнению издания, цель операции состояла в уничтожении всех доказательств виновности Украины в гибели малазийского Боинга. Руководил операцией непосредственно глава службы безопасности Василий Грицак. Предоставил эти документы изданию анонимный источник «Совершенно секретно». Человек, который передал нам эти документы, всегда появлялся ниоткуда и исчезал в никуда. Приказы, шифротелеграммы, планы и распоряжения написаны на увенчанных трезубцем официальных бланках СБУ, а также на листах формата А4. Подписи, резолюции, печати – в наши руки попала секретная бюрократия украинской безпеки, которая в тротиловом эквиваленте равна взрыву международного скандала. Один из ведущих европейских журналистов-расследователей Христа Грозев провел тщательный анализ опубликованных документов и пришел к выводу, что все они сфальсифицированы. К примеру, на подписи главы СБУ на одном из документов стоит официальная печать. Такая советская практика до сих пор существует в российском документообороте, однако в Украине была прекращена еще в середине 90-х годов. Более того, пользователи в интернете выяснили, что даже подпись главы СБУ Василия Сергеевича Грицака была подделана. Создатели фальшивки перепутали и использовали подпись его однофамильца – Василия Николаевича Грицака, народного депутата 5-го и 6-го созывов Верховной Рады Украины. Несмотря на это, материалы, опубликованные в газете «Совершенно секретно», за несколько дней были переведены на 24 языка и распространены средствами массовой информации по всему миру. Ключевую роль в этой пиар-компании сыграли Кремлевское информационное агентство «Россия сегодня» и его филиал – агентство «Спутник», работающее на зарубежную аудиторию. 10 мая 2017 года в Москве за незаконное хранение оружия был задержан действующий полковник ГРУ Российской Федерации и член Союза добровольцев Донбасса Василий Геранин. Он один из ключевых свидетелей в деле малазийского Боинга и фигурирует на пленках перехвата Службы безопасности Украины от 17 июля 2014 года. Именно ему командир боевиков Игорь Безлер по кличке Без докладывал о сбитом самолете. Международное волонтерское сообщество расследований «Информ Напалм» так прокомментировало арест полковника ГРУ. Характер задержания Геранина указывает на реализацию спецоперации ФСБ по зачистке и изоляции свидетелей террористического акта против мирового сообщества. Как стало известно журналистам проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» в начале марта 2014 года полковник Геранин прибыл в Крым и принимал активное участие в аннексии полуострова. Он лично руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае. Тогда Геранин называл себя полковником Вооруженных сил России Василием Макогоновым. Арестованный в 2017 году в Москве Василий Геранин в 2019-м внезапно оказался на отдыхе вместе с Игорем Безлером в аннексированном России Крыму и представлялся уже как военный консультант по имени Василий Макогонов. – Я уже записываю. – Так, ну, господа генералы, предлагаю выпить… – Чш, включай видео. – Господа генералы, предлагаю выпить за великого бойца Новороссии Игоря Гиркина. Передаю ему привет. Игоряшка, мы с тобой. – А это же видоса. – А, держите здесь. – Да Игорь Иванович у вас. – Игорь Иванович, а вы там б***ь. – Гиркин Капут. – Да. – Не-не-не. – А, Гитлер Капут, да? 24 мая 2018 года в городе Утрехте Объединенная следственная группа представила очередной доклад о ходе расследования дела MH17. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербекке сделал резонансное заявление. Объединенная следственная группа сделала вывод, что самоходная огневая установка ЗРК «Бук», сбившая рейс MH17, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил Российской Федерации. Следствие выяснило, что в конце июня 2014 года с базы 53-й зенитно-ракетной бригады под Курском выдвинулась большая колонна военной техники, в составе которой было шесть самоходных огневых установок ЗРК «Бук». За время движения колонны очевидцы десятки раз фиксировали ее на фото и видео и затем размещали в социальных сетях. Благодаря этому следователям удалось полностью реконструировать ее маршрут. 23 июня из базы под Курском колонна выехала в южном направлении через поселок Никольское. Далее она проехала населенный пункт Троицкое и город Старый Оскол. Именно по кадрам из этого города экспертам удалось установить отличительные признаки некоторых комплексов «Бук». Затем военная колонна проехала по дороге Р-188 мимо поселка Незнамово на юг. Здесь в кадр попал один из шести буков, который особенно заинтересовал следствие. На видео удалось рассмотреть его затертый бортовой номер. Вечером того же дня военная техника была зафиксирована на улице Ленина в населенном пункте Городище. А на следующий день, 24 июня, колонну видели в селе Росховец, а затем в Алексеевке. Последнее видео с территории России, которым располагает Объединенная следственная группа, было снято 25 июня к югу от города Миллерова, всего в 25 километрах от границы с Украиной. Колонна следовала в западном направлении. Эксперты тщательно проанализировали отличительные черты каждого комплекса БУК, зафиксированного на фото и видеоматериалах. Уникальные признаки БУКа, который сбил самолет рейса MH17, и установки с затертым номером из колонны 53-й российской зенитно-ракетной бригады полностью совпали. Сразу после доклада Объединенной следственной группы на сайте правительства Нидерландов появилось заявление министра иностранных дел Стефа Блока. На основании результатов расследования Объединенной следственной группы Нидерланды и Австралия теперь убеждены, что Россия отвечает за размещение установки БУК, которая была использована для уничтожения MH17. В настоящее время правительство делает следующий шаг, формально привлекает Россию к ответственности. В этот же день после двухсторонней встречи с президентом Франции в Санкт-Петербурге Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о докладе Объединенной следственной группы. Могу вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть, наше отношение к этому делу такое. Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но на наше удивление нас к этому расследованию не допускают. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. В эфире российского телеканала «Дождь» специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Коныгин так прокомментировал эти слова Путина. Это такое лукавство, потому что все прекрасно знают, почему Россия не была приглашена в расследование, потому что Россия – это заинтересованная страна. Было сразу понятно с первых часов после трагедии, что след нужно искать на территории России. Сразу после пресс-конференции Путина российский МИД опубликовал свое заявление. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства «Беллинкет», которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера. На следующий день международная группа журналистов-расследователей «Беллинкет» и российское интернет-издание «Инсайдер» дали совместную пресс-конференцию. Российский МИД заявил, что вчерашний доклад JIT основан на фальшивках, которые им предоставил «Беллинкет». Они и раньше обвиняли нас в фальсификации. Я обращаюсь к МИД. Если у вас есть доказательства, опубликуйте их. Я с удовольствием отвечу на все обвинения. С момента катастрофы эксперты «Беллинкет» собрали и проанализировали огромный массив данных из открытых источников, тысячи фотографий и видео из соцсетей, записи перехватов телефонных переговоров, свидетельства очевидцев и спутниковой снимки. Помимо маршрута следования ЗРК «БУК», «Место пуска ракеты по Боингу» и принадлежности установки 53-й зенитно-ракетной бригаде, экспертам «Беллинкет» удалось выяснить ее точный бортовой номер — 332. На пресс-конференции были также названы настоящие имена людей с позывными «Орион» и «Дельфин», о которых объединенная следственная группа искала информацию с 2016 года. В ходе совместного расследования при помощи изучения открытых источников и криминалистической экспертизы голосов «Инсайдер» и «Беллинкет» установили, что человек с позывным «Дельфин» — это российский генерал-полковник Николай Федорович Качев, главный инспектор Центрального военного округа Российской Федерации, участник двух чеченских войн и бывший военный советник в Сирии. Второй фигурант пленок — офицер с позывным «Орион», действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников. Спустя месяцы расследования мы поняли, что этот человек не только занимал очень высокое положение в цепи военного командования в Восточной Украине в тот момент, когда был сбит боем, но и также был вовлечен под прикрытием в другие международные конфликты. В 2008 году во время конфликта России с Грузией Олег Иванников был министром обороны Южной Осетии под именем Андрей Иванович Лаптев. Под этим же именем, но уже с позывным «Орион» вместе с генералом Ткачевым он курировал действия пророссийских боевиков на востоке Украины. Кроме того, Иванников руководил частной армией «Вагнера», которая принимала участие как в российско-украинском конфликте, так и в войне в Сирии. По данным журналистов-расследователей, Олег Иванников, он же Андрей Иванович Лаптев, он же «Орион», имел прямое отношение к транспортировке «Бука». 4 октября 2018 года Министерство обороны Нидерландов на пресс-конференции сообщило, что полгода назад, в апреле, сотрудники спецслужб задержали четырех граждан России. Они готовили кибератаку на штаб-квартиру организации по запрещению химического оружия в Гааге, которая тогда расследовала применение яда группы «Новичок» при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании. В багажнике автомобиля преступников было обнаружено спецоборудование, 10 мобильных телефонов, а также десятки тысяч долларов и евро. Задержанный Алексей Маринец и Евгений Серебряков – хакеры, а Олег Сотников и Алексей Минин – офицеры ГРУ. Кроме того, следователи выяснили, что компьютер хакера Серебрякова применялся в кибератаке на полицию и прокуратуру Малайзии в декабре 2017 года. Целью атаки было получение доступа к материалам следствия по делу малайзийского Боинга. Задержанные агенты ГРУ побывали также в Роттердаме возле офиса прокуратуры Нидерландов, где проводится уголовное расследование катастрофы MH17. министр обороны Нидерландов Анг Бейлевелт заявила. Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в материалах этого расследования и приняли соответствующие меры. 19 июня 2019 года на пресс-конференции Объединенной следственной группы были названы имена четырех подозреваемых в причастности к крушению Боинга рейса MH17. Международной группе следователей удалось установить, что ключевой фигурой в организации транспортировки Бука от границы с Россией в район поселка Снежное был офицер главного разведывательного управления Российской Федерации Сергей Дубинский. Утром 17 июля, в день крушения, Дубинский обсуждал по телефону с другими боевиками доставку Бука и его маршрут. А куда нам эту красавицу друзить, Николаевич? Которую? Эту? Да, да, что я привез, я уже в Донецке. Это я, о чем я думаю, да? М которая? Да, да, да. Ой, БМ. Да, 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 я понял. Так, 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 она на этом, на тягаче? А да, она на этом, ее просто она будет где-то выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда? Я понял, но им надо хотя бы время, чтобы они ее обсмотрели. По данным СБУ, с 7 июля 2014 года по 2 января 2015 Дубинский был начальником военной разведки в Донецке и использовал позывные «Хмурый» и «Петровский». Вторым подозреваемым в деле МН-17 был назван гражданин России Олег Пулатов, также известный как Гюрза, в прошлом боец спецназа главного разведывательного управления. Весной 2014 года Пулатов прибыл на Донбасс и впоследствии возглавил спецназ ГРУ, так называемый ДНР. По данным радиоперехватов, именно Пулатов сопровождал БУК от города Снежное и находился рядом с комплексом в момент пуска ракеты. Следствие установило, что еще одним боевиком, который находился рядом с комплексом «БУК» в момент запуска ракеты, был гражданин Украины Леонид Харченко с позывным «Крот». В июле 2014 года Харченко руководил одним из подразделений ГРУ ДНР на востоке Украины и подчинялся непосредственно Пулатову и Дубинскому. Вечером, уже после крушения «Боинга» Харченко, он же «Крот» и боевик с позывным «Рязань» по телефону выясняет ситуацию с пропавшим членом экипажа комплекса «БУК». И, наконец, четвертый подозреваемый, гражданин России, бывший полковник ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин. Летом 2014 года он был так называемым министром обороны ДНР и в связи со сложной ситуацией на фронте требовал от российских кураторов срочных поставок тяжелого вооружения. «Помощь нужна действительно масштабная. Уже не хватает того вот этого давать час по чайной ложке, как сейчас. Эта роль уже не сыграет. Соотношение сил слишком большое со стороны противника. Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам в восток. Не удержать однозначно. Нам нужны противотанкарские деревья, нужны танки, нужны нормальные ПВО, уже ПЗРК, уже не можем обойтись. И все это нужно со специалистами, уже готовыми, потому что времени их готовить у нас нет и не будет». С ним вышел на связь российский ставленник, премьер-министр Крыма Сергей Аксенов и сообщил, что уже готовится необходимое решение. «У меня вечером сегодня связь, 22 где-то будет. Ну, сейчас с теми, кто решение-то уже принял. И уже лицо, и единый традиционный центр по этой ситуации уже есть. То есть кто координирует эту картину? Если что, по телефону в этой открытой фамилии? «Я понял, понимаю, да». Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко следствие обвинило в крушении воздушного судна, которое повлекло смерть людей, а также в убийстве 298 человек. Согласно Уголовному кодексу Нидерландов, им грозит заключение сроком до 30 лет или пожизненное заключение. «Сегодня мы выдадим международные ордера на арест четырех лиц, которым будет предъявлено обвинение. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск». В своем отчете Объединенная следственная группа заявила, что располагает доказательствами влияния Российской Федерации на административные, финансовые и военные вопросы ДНР. «Мы сейчас располагаем информацией и доказательствами того, что Россия так или иначе причастна к трагедии». Международному следствию удалось выяснить, что контролем над ситуацией в так называемых ДНР и ЛНР непосредственно занимался и помощник президента Путина Владислав Сурков. На тот момент он курировал в администрации президента отношения с Абхазией, Южной Осетией и Украиной. 23 октября 2019 года в Гаге состоялась премьера документального фильма «МХ-17. Призыв к правосудию». Автор фильма, независимый голландский журналист Макс Фандерверф снова стал доказывать, что малазийский Боинг мог быть сбит штурмовиком ВВС Украины. Несмотря на то, что даже Министерство обороны России давно отказалось от этой версии. Международное следствие было названо в фильме предвзятым и непрофессиональным, поскольку в работе оно использовало записи телефонных переговоров, якобы сфальсифицированные СБУ. Хотя официальное следствие не раз подчеркивало, что все аудио и видеоматериалы подвергаются тщательному экспертному анализу перед тем, как приобщить их к уголовному делу. А начинается фильм с неожиданного интервью премьер-министра Малайзии Мохаммада Махадхира, который тоже обвиняет международных следователей в предвзятости. «Они еще не выяснили причины. И кто несет ответственность за это, но уже решили, что это должна быть Россия». Это высказывание премьер-министра выглядело странно, так как малазийские следователи принимали участие в работе Объединенной следственной группы. А в 2018 году Министерство иностранных дел Малайзии даже сделало такое заявление. Будучи членом Объединенной следственной группы, Малайзия выражает свою благодарность за всю тяжелую работу членов группы, которая позволила получить критически важную информацию о трагическом инциденте, который должен быть расследован. Малайзия высоко оценивает прогресс в этом направлении. Сайт проверки фактов StopFake так объяснил возможную причину расхождения в позициях руководства Малайзии. Особое место в этой истории занимают российско-малайзийские отношения в сфере обороны и поставок оружия. В частности, поставки и обслуживание истребителей Су-30МКМ, транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш и многоцелевых транспортных вертолетов Ми-26. Малайзия не хочет терять ценного партнера. Сразу после премьеры российские СМИ вышли с сенсационными заголовками. Документальное расследование журналиста и блогера из Нидерландов Макса Вандерверфа называется MH17 «Взывая к справедливости». Опубликовано в открытом доступе на YouTube, где быстро собрало более 100 тысяч просмотров. И наверняка собрало бы еще больше, если бы о нем поактивнее рассказывала западная пресса. Вот только ни статей, ну какой-нибудь Times, ни сюжетов CNN или BBC с выдержками из фильма не видно. Что, впрочем, не мешает тем, кто все-таки посмотрел ленту назвать ее сенсационной. Корреспонденты издания «Де Хууны Амстердамер» навели справки об авторе фильма, независимом голландском журналисте Макси Вандерверфе. И так о нем написали. Ни один голландец не связан с российскими СМИ так, как Макс Вандерверф. Согласно их исследованию, именно его аккаунт в Твиттере является одним из самых активных на тему катастрофы MH17. Бывший дизайнер салонов «Джамбо» и продавец электрических велосипедов несколько раз ездил в так называемую ДНР и давал интервью средствам массовой информации. Вандерверфа хорошо знают и российские чиновники. Так представитель России в ООН Дмитрий Полянский год назад благодарил Макса за усилия по раскрытию правды. Однако российские СМИ почему-то не сообщили, что реальным авторам фильма MH17 «Призыв к правосудию» является бывшая корреспондентка телеканала «Раша Тудей» Яна Ярлашова. Последние несколько лет она работала в подразделении «Раша Тудей», которое занимается производством пропагандистских документальных фильмов. Осенью 2014 года и летом 2015 вышли два ее фильма «МХ-17. Информация к размышлению» и «МХ-17. Год молчания». Для съемок команде Ярлашовой сепаратисты открыли эксклюзивный доступ к месту катастрофы, который за пять лет объединенная следственная группа получала лишь фрагментарно. Также в 2019 году Яна Ярлашова создала онлайн-платформу «Бонанза Медиа» для опровержения результатов официального следствия по делу малазийского Боинга и распространения версий российской стороны на зарубежную аудиторию. Журналистам-расследователям из «Беленкет» и «Инсайдера» удалось выяснить, что Ярлашова связана с российской разведкой ГРУ. Это следует из взломанной переписки генерала Андрея Ильченко, помощника главы ГРУ Игоря Костюкова и полковника ГРУ Сергея Чабанова. Полученные нами электронные письма и записи телефонных разговоров показывают, что в августе 2019 года полковник Сергей Чабанов, выпускник Академии военной разведки России, имеющий за плечами ряд международных дипломатических должностей, получал регулярные сообщения о планах «Бонанза» и будущих событиях. Согласно данным вышек сотовой связи, при большинстве телефонных разговоров с Ярлашовой он находился в штабе ГРУ на Хорошевском шоссе 76Б в Москве. Сотрудники ГРУ курировали и контролировали работу журналистов «Бонанза» медиа, а также организовали для них поездки на Донбасс для съемок документальных фильмов. По мнению экспертов из Института исследований глобальных угроз и демократии, сотрудничества Ярлашовой и Вандерверфа по фильму MH17 «Призыв к правосудию» — это не просто случайный проект двух журналистов. Это часть сети организации агентов влияния в Европе, которую создала Российская Федерация для дискредитации выводов объединенной следственной группы. Так презентацию фильма в Гааге проводила организация «Глобальные права мирных людей», которая, согласно реестрам Королевства Нидерландов, была зарегистрирована в апреле 2019 года. В сентябре была создана официальная страница организации в интернете, а в контактной информации значился номер телефона с кодом Москвы. У организации есть несколько филиалов, которые действуют в Германии, Италии, Испании, Польше, Чехии и Ирландии. Немецким филиалом руководит некий Олег Музыка, выходец из Одессы. В 2014 году он покинул Украину и стал активно выступать в эфирах российских телеканалов, рассказывая о якобы зверствах украинских националистов. Название этой организации всплыло накануне референдума в Нидерландах об Ассоциации Украины и Европейского Союза в 2016 году. Тогда крупное голландское издание «Волькс Крант» писало о некоем Сергее Мархеле, который приехал из Украины. Он участвовал в дебатах в 23 городах Нидерландов, представляя Организацию глобальные права мирных людей. На этих дебатах он утверждал, что Украина нацистская страна и ее население не поддерживает подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На этом фото Сергей Мархель запечатлен вместе с Никитой Ананьевым, российским гражданином, родом из Москвы. В 2013 году Ананьев посещал школу молодых лидеров, которую финансирует Федеральное агентство по международному гуманитарному партнерству «Россотрудничество». Многие источники утверждают, что эта организация служит прикрытием для спецопераций ФСБ и службы внешней разведки Российской Федерации. Также известно, что Никита Ананьев состоит в партии российских мигрантов Германии «Единство». В свою очередь, эта партия связана с Голландской социалистической партией, депутаты которой известны своей пророссийской позиции. По данным американского издания «Нью-Йорк Таймс», депутат от этой партии Гарри Ван Боммель, координировал работу пророссийских агентов влияния. Их целью было формирование общественного мнения в Нидерландах накануне референдума по Ассоциации Украины и ЕС в 2016 году. И это им удалось. Почти 62% голландцев тогда проголосовали против ассоциации. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», группа голландского депутата Гарри Ван Боммеля также занималась разработкой альтернативных теорий крушения рейса MH17. С группой европейских агентов влияния также связан директор Центра евразийских исследований, бывший донецкий политолог Владимир Корнилов. Несколько лет он проживал в Гааге и активно вел в выгодную России информационную кампанию. С конца 2017 года Корнилов является политическим обозревателем «Раша Тудей». Как утверждает «Нью-Йорк Таймс», служба общей разведки и безопасности Нидерландов считает, что деятельность всех этих организаций находится в теневой зоне между дипломатией и разведкой. В своем докладе эксперты Института исследований глобальных угроз и демократий приходят к такому выводу. Уровень российского влияния на внутренние дела Королевства Нидерландов позволяет нам сделать вывод о наличии серьезных угроз суверенитету государства и каналам влияния как на общественное мнение, так и на политические решения. Участие некоторых членов таких групп в протестах демонстрирует возможность их использования в качестве многозадачного инструмента для гибридных операций. 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхоу в Амстердаме началось слушание по делу MH17. По делу об убийстве на борту малазийского Боинга 298 человек, среди которых 80 детей. Во время заседания прокурор Нидерландов Дэдди Вуи от Зои заявила, что более пяти лет назад, 17 июля 2014 года, стартовала циничная кампания России под дезинформацией. В наши дни государства пытаются оказывать влияние и вводить в заблуждение путем манипулирования информацией. Демократические страны, которые уважают верховенство права, теперь широко признают, что дезинформация создает серьезную угрозу стабильности и качеству демократии, верховенству права и открытости общества. Судьба рейса MH17 теперь будет известна как учебник по классической дезинформации правительства России.